Друзья, всем привет! Самоизоляция в России уже практически закончилась, и мы выехали с нашим оператором в рощу возле Ростова-на-Дону, точнее даже в Ростовом-на-Дону, называется Анасос Новый Бор. Здесь мы поищем различных муравьев, а в особенности компонотусов. Компонотусы сейчас летят, вы все знаете, это... Ну, в прошлом году мы делали два выпуска в поисках гигантов, вам они прям дико зашли, и мы решили, ну, почему бы и нет, попытаем счастья, может быть, каких-нибудь интересных компонотусов в этот раз найдем. К тому же в этой роще мы в прошлом году видели фалоксов и другие виды, так что, конечно, видовое разнообразие здесь больше, чем на Зеленом острове, и, надеюсь, этот выпуск получится интересным. Так что не будем терять времени и пойдем, наконец, искать маток. Ссылка в описании и в аннотации в конце видео. Ну что, друзья, первая находка. Мы подошли к такому пню. Я вот решил немножко отковырять кору и посмотрите, что мы здесь нашли. Это темноторахсунифасциатус. Вот они здесь на коре, вы видите, у них есть расплод. Такая вот небольшая семейка, мы ее нашли. Матки я здесь не вижу, поэтому отковыривать дальше смысла не имеет, чтобы сильно не повредить колонии. Но вот они часто живут под корой. На самом деле, я вам немножко соврал, это уже не первая находка. Вот вы видите, вот еще личинки здесь есть. Большая достаточно семья их. Ну, примерно, я думаю, рабочих 200-100 здесь уже точно есть. Но первая находка, которую мы нашли, это была еще более маленькая колония этих же муравьев. Мы ее собрали вот в такую небольшую банку. Вот она была в желуде. В старом прошлогоднем желуде здесь чуть-чуть меньше рабочих, наверное. Ну, она отцвечивает немного. Конечно, плохо видно. Но потом я это все, конечно, отфоткаю и, наверное, на монтаже наложу, что там вообще как есть. Там есть и матка, и расплод. Семья эта, ну, относительно молодая. То есть здесь 50-40 рабочих. И, конечно, после того, как они перерастают в желуде, то они уже, ну, из этого желудя выходят и начинают искать себе что-нибудь побольше. То есть, например, как вот здесь они в пеньке живут. Им, в принципе, не принципиально. В принципе, не принципиально, да. Тем не менее, вот они могут и в желудях, и в разных веточках, и вот в пнях также под корой сидеть. То есть мы ее сейчас попробуем, конечно, аккуратно назад заложить, чтобы им не мешать. Надеюсь, они там переселятся. В общем-то, камеры у них должно быть достаточно. В общем, такие маленькие муравьи у нас есть. Но мы ищем, конечно, что-нибудь покрупнее. Однако вот эта находка, ну, тоже весьма интересная, согласитесь. Друзья, ну, шли мы вот по такой роще, по дорожке. Здесь недавно, кстати, прошел дождь. Но, в общем-то, на муравьевку, как оказалось, это, ну, не особенно и влияет. Нашел здесь камень небольшой. Ну, как небольшой. В принципе, нормальный такой. Здесь вот нигеры сидят. Я здесь... Лазиусы они же, да? Я здесь планировал найти неглектусов, и мы их, на самом деле, уже видели, но маток еще не видел. Почему нигеры? Ну, они больше. Они больше по размерам неглектусов. Вы посмотрите, какие здесь большие маточные личинки. Таких у неглектусов нет. Матки у неглектусов тоже, ну, относительно небольшого размера. А вот эти товарищи, они готовятся к лету только на юнь-юль. И поэтому у них вот до сих пор еще личинки лежат. В общем, мы их аккуратно здесь закроем, наверное. Вот. Главное, после того, как камни ворошите, не надавливайте на них. То есть, аккуратненько просто положили. Там все, они землю свою сами донесут, закопаются, и все будет хорошо. Даже вот этот камень земляной здесь положу. В общем, идем по такой дороге. Солнышко, на самом деле, светит. Дождь был сегодня ночью, предположительно. Ну, мне так сказали, по крайней мере. Но все равно я очень даже надеюсь найти компоносов. Вот. Там тоже впереди куча камней, которые мы будем ворошить. И, конечно, вам все самое интересное показывать. Ну, вот, зашли мы в такой вот небольшой закуток. Здесь несколько камней было. И вот под одним из них прямо большая колония неглектусов. Тех, кого мы, собственно, искали. И вот, посмотрите, сколько у них уже маточных коконов. Коконов и личинок. Фокус, приди. Вот. Коконов и личинок. Также у них здесь были матки. Но они, правда, к сожалению, сбежали. Мы их поймать не успели. Муравей типолегинные, то есть маток их можно вытаскивать. Они маток делают новых в колонии внутри. И у них в одной колонии может быть, ну, до, там, до нескольких тысяч маток. Поэтому тех, кто из них сидит под камнями, ну, можно спокойно брать с небольшими отводками рабочих для дальнейшего домашнего разведения. Это им повредит не сильно. Ну, вот сейчас видите, сколько здесь вот коконов. Опять же. И это не будет лед, это матки облазарятся внутри гнезда и потом, соответственно, будут в нем жить. Вот такой вот есть камешек. Аккуратно его прикроем. Вот этот поднимать уже не буду, но он слишком большой. Можем поднять еще вот и этот маленький. Но здесь только веселый паучок. Ну и ладно. Пойдем тогда дальше. Друзья, ну вот мы бродили по лесу, нашли еще одну небольшую веточку, посмотрите. Тоже тут живут темнотораксы. Тоже унифосциатус. И буквально вот она, она совсем трухлявая и совсем маленькая. Вот расколол. Видите, тут тоже маленькие маточные личиночки. Вон они тут бегают, ползают. Вот. То есть семьи темнотораксов на самом деле находить очень просто. В лесу, в роще, везде, где есть... Так-так-так, одну секундочку. Вот вы видите этого клеща на руке? Нет? Я тоже не видел. А потом он присосался к моей ноге. Ну вот, например, здесь есть дубрава, много дубов, да, и здесь много желудей. Вот они, ну, буквально вот валяются везде, вот эти вот старые, не старые желуди. Вот. А также они могут быть в веточках. То есть в любом лесу, на самом деле, трухлявая древесина, это практически стопроцентный шанс поймать что-то вроде темнотораксов. А может даже и компонотусов. Компонотусов, правда, мы еще, конечно, не видели здесь. Но я очень надеюсь найти фалаксов хотя бы. Или вагусов даже, что будет еще интереснее. В общем, вот такие вот дела. Продолжаем дальше. А еще одна матка. На этот раз именно матка темноторакса. Вот такая вот маленькая, ее практически не видно в пробирке. Ну вот мы со светом тут играемся, пробуем вам показать. Нашли вот в этом бревне. Вот она вот буквально здесь вот. Я сколопнул вот такую штуку, и она вот здесь под ней сидела. Вот. Это свежая матка, то есть этого года буквально. Соответственно, ну мы ее в инкубатор потом посадим по приезду, и она даст новую колонию. Таких маток тоже можно встретить. Ползающих их, ну, встретить практически нереально. То есть вы видите, что здесь листва. Все смешано, все, как это сказать-то, ну, в общем, не видно их особо. А в бревне они легко вот находятся. Короче, сегодня какой-то день темнотораксов. Мы одних темнотораксов уже 4 или 5 колоний поймали. Вот. Кампов пока нет, но будем искать. По крайней мере, это только первая часть, и потом мы в любом случае поедем на Зеленый остров. Но этот выпуск, наверное, не знаю, придется назвать день темноторакса или как-то так. В общем, мы вот в такой сейчас роще примерно находимся. Тут дубы преимущественно, и, конечно, тут в желудях их огромное количество. Лета мы не наблюдаем, но его, на самом деле, встретить не так уж и часто можно. Тем не менее, ну, продолжаем искать. В принципе, темнотораксы это уже что-то, это не ничего. Так что... Друзья, ну, мы вышли из рощи, она находится вот примерно там. Вышли сейчас в поле. Кстати, в роще, будьте осторожны, вот буквально прогуливались по дорожке, встретили товарищей полицейских на Бобике. Начали проверять наши телефоны и, ну, как бы, нашли там кучу фотографий муравьев. Отпустили нас достаточно легко. За маски, кстати, не ругали. Мы вот вообще без масок сейчас ходим, как видите. Им это не интересно, они там искали свой продукт, скажем так, в роще. Точнее, тех, кто этот продукт там оставляет и забирает. В общем, сейчас вышли в поле и пытаемся искать что-то другое. В лесу компонутусов мы, к сожалению, не нашли. То ли они еще не летели, то ли мы их просто не нашли. И здесь тоже, в принципе, такая лесостепная зона. И, может быть, даже и компонутусов мы здесь найдем. Но основная цель – это сервеформики, лазиусы и вот такие другие какие-то муравьи, которые больше в поле обитают. Так что, ну, пойдем по дорожке вперед, посмотрим, что интересного сможем найти. Ну что, идем мы по дороге. Полевой такой вдоль поля. Ну, здесь поле, оно, наверное, раньше было. Здесь какие-то то ли посадки, то ли еще что-то. Короче, нашли вот такую доску. Доску. Предполагаю, что там муравьи. Почему? Потому что, вот смотрите, видите, такая вот свеженно-рыбтая земля здесь есть. Чуть-чуть, но ее слабо видно. Я, конечно, могу ошибаться, но давайте все-таки посмотрим, что здесь есть. А здесь, здесь мы видим раптиформику. Раптиформика сангвиния, рабочий какой-то. Я не знаю, что он здесь делает, просто зарылся здесь. И все, в принципе. А там вот мы видим дальше лазиус нигер муравьев. Или это лазиус умбратус, или лазиус какие-то еще. Те же неглектусы, например. Вот здесь они немножко вырыли себе норку. Вот сангвинии, кстати, здесь тоже обитают. Вот посмотрите, вон он, видите, как агрессивно на меня... Ой, все, 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 он меня кусает. Надо его стряхивать быстрее, а то у него кислота сильная. В общем, вот такие вот нарытые штуки, это, ну, хороший признак того, что муравьи здесь, ну, практически с точной вероятностью 100% есть. Кстати, вот паучок еще выбежал. Вот. Ну, в общем, закрываем доску и продолжаем движение вперед. Под очередной доской нашли раптиформик, наконец-то. Или это просто формики, но мне все-таки кажется, что это раптиформики, потому что они достаточно крупные и агрессивные вот здесь. Везде бегают. Матку мы не видели, конечно, но здесь у них какое-то такое, на самом деле, смежное гнездо. Просто очень интересные и агрессивные муравьи. А еще с ними бегают всякие вот такие белые какие-то штуки непонятного мне происхождения. Но самое интересное, это вот раптиформики. Они здесь буквально все патрулируют, фуражируют. В общем, достаточно такие агрессивные муравьи. Ладно, мы их, пожалуй, закроем пока что. Вот они, видите какие? Ух, вот их основной вход здесь, муравейник был. Оказывается, мы их немного побеспокоили. Ну да ладно, продолжаем. Очередное бревно, и вы посмотрите только, что тут происходит. Раптиформики едят кузнечика, которого они поймали. Не знаю, есть ли у них тут муравейник. Тут трава мешает немного нам. Ну вот, тут и сервеформики, ну их же рабы. Потому что, ну, раптиформики я тут точно видел, они такие агрессивные, с красными головами, полукрасными головами, бегают везде. Жрут кузнечика какого-то, которого поймали. Мы сейчас попробуем перевернуть это бревно на самом деле. Оно, ну мне так кажется, что там что-то интересное должно быть. По крайней мере, ладно, попробуем. Опа, ну да, раптиформик мы, конечно, спугнули, а под бревном. Ну что, друзья, вот такой небольшой выпуск в поисках маток у нас вышел. Компонотусов, к сожалению, поймать не получилось, но я откладываю это на следующие выпуски. Сегодня мы поймали неглектусов, которые от нас потом сбежали. И, конечно, много темнотораксов унифасциатус, они же. Вот тут в роще буквально их огромное количество водится. И, как я показал, находить в желудях их достаточно просто. Да практически вообще для этого ничего не нужно. Так что вы можете пользоваться этим советом и в желудях искать этих самых маленьких, красивых и достаточно интересных муравьев. Которые, кстати, ну, очень-очень простые в содержании. Им буквально надо немножко воды и немножко еды. И они мало места занимают, так что муравьи интересны достаточно. Кстати, заходите в нашу группу ФК. Там достаточно много интересных видов. Такая вот встроенная интеграция в конце. Ну, а на сегодня все. Компонотусов мы обязательно еще найдем. В следующий раз мы едем на Зеленый остров. И там-то точно эти гиганты будут в большом количестве. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Димон и Пумба. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Это важно. Да пребудет с вами матка и всем пока!